Спортивные страсти Спортивные страсти Спортивные страсти На народной волне Ну а мы Начнем Последние спортивные новости Шахматы Завершился чемпионат США По шахматам Среди мужчин победу Одержал Хикару Накамура Который набрал 8 очков Из 11 На втором Он кстати получил достаточно хороший приз Там 50 тысяч долларов Был победителю На втором месте Второе и третье места поделили Домингес и Каруана Далее идет Со, Севян, Шенкленд, Сюн, Лян Лендерман, Акабян, Гореев и Робсон А вот на женском чемпионате США По шахматам Интереснейший победитель Дженнифер Ю Она набрала 10 очков Из 11 Кстати у женщин призовой фонд Был меньше там 25 тысяч долларов За победу Но что интересно Что Дженнифер Ю Ей всего-навсего 17 лет И она родилась Где-то в районе Нью-Йорка Потом теперь она Проживает в штате Вирджиния Очень разнообразная Разно развитая девушка Я бы сказал Великолепно играет на флейте На пианино Большая любительница музыки Великолепно рисует Ну и как вы видите Блестяще играет в шахматы 10 очков из 11 Это фантастический результат Все-таки Пусть Женщины США Не самые сильные В мире Но и такие Гроссмистеры Как Затонских Имеют большой вес В шахматном мире Среди женщин Абрамян Это Круш Ван Шаревич Короче Достаточно Сильный турнир И так его пройти С таким потрясающим Результатом Это Дорогого стоит Я бы сказал Ну а теперь давайте Перейдем Да Ну в шахматах Я еще чуть сейчас не забыл Сейчас проходит Просто потрясающий Турнир Очень сильный турнир В Азербайджане Турнир Памяти Гашимова И вот Состоялись Партии Третьего тура Там Анант Выиграл У Мамедярова Навара Проиграл Карлсону Чемпион мира Карлсон Очень мощно Начал этот турнир В ничью Сыграли Радшабов И Дин Лежень Грещук Гири Корякин Топалов И после Трех туров У чемпиона мира Карлсона Два с половиной Из трех Дин Лежень И Корякин Имеет по два очка Анант Раджабов Топалов По полтора Гири Грещук Мамедяров Навара По одному очку Вы знаете Что тут Мне очень интересен Другой момент Ну то что Карлсон Наверное Выиграет этот турнир Это вполне реально Он на сегодняшний день Я считаю Просто Намного сильнее Всех остальных Соперников К тому же Нету Там Каруаны Который Вот сейчас Играл в чемпионате США Который более не менее Где-то близко К нему подходит А вот Интерес Что китаец Дин Лежень Он практически Не проигрывает В последнее время Своей партии Вот интересно Сумеет он пройти Этот очень сильный По составу Турнир В Азербайджане Тоже без поражений Вот это Мне очень Мне очень интересно По крайней мере Ну а у нас В стране Значит Давайте посмотрим Что делается В NBA Значит Остается Совсем Мало матчей До окончания Регулярного чемпионата Где-то В среднем Командам Осталось Провести По 5 По 4-5 Матчей По-моему Я Здесь не сделал Такого исследования Но по-моему Нету ни одной команды Которая осталась Провести больше Чем 5 матчей И На западной конференции Все ясно Там Ну как Все ясно Все Примерно ясно Будем так говорить Потому что Первое Что Определились Все 8 команд Которые попали В плей-офф Мне очень жаль Сакраменто Но Команда Молодая Веселая Было очень интересно Наблюдать За игрой Этой команды Но тем не менее Им не удалось Попасть В плей-офф Ну и Пожалуй Самая большая Сенсация То что Мы в плей-оффе Не увидим Леброн Джеймса Вы знаете Это Впервые За много Много лет С 2005 Года Я вам скажу Леброн Джеймс Всегда Был со своей Командой В плей-офф Но В этот раз Мы его Не увидим Более того Он уже в этом сезоне Не появится На площадке Он травмирован И он уже Объявил Что на чемпионат Мира Который Состоится В этом году И При всем При том Что он Очень уважает Грега Поповича Который будет Старшим Тренером Американской Команды Он не поедет Правда Насчет Олимпийских Игр А я напомню Что Леброн Джеймс Уже Двухкратный Олимпийский Чемпион Он сказал Что он еще Будет думать По крайней мере Он не сказал Нет Он не сказал Что он не поедет На Олимпиаду А будет Ну Будет думать Войти ему В состав Или не войти Ну В любом случае Вы знаете Что При всем При том Что Баскетбол В Европе В мире Я бы сказал Очень сильно вырос По сравнению Допустим С 92 Годом Когда впервые Появилась Команда Всех звезд НБА На Олимпийских Играх Но Тем не менее На сегодняшний день Все равно Ни одна команда Не может Составить Конкуренцию Сборной США Даже Даже Если Не поедут Такие суперзвезды Как Керри Как Леброн Джеймс Тут можно Выставлять По моему Пять команд Совершенно Спокойно Сербы Выпускают Одного За Других Да Но Себе Создать Команду Не могут Ну Тут Есть Много Причин И Да В первую Очередь Да Здесь Играет Роль Нужен Какой-то Трей Понимаете Что тут Возникает Какая Ситуация Приезжают Сюда Люди Они становятся Здесь звездами Мультимиллионерами И Они не хотят Слушать Тренера Который Вот Работает В Европе Пусть Даже он И Хороший Тренер Вот Мы же Имели Пример С Блатом Блат сделал Там С российской Сборной С Макаби Он чудеса Творил С командами Где не было Вообще Звезд И тем не менее Команды Побеждали Россия Там взяла Победила На Чемпионате Европы Макаби Выигрывал Кубок Европейских Чемпионов А Здесь Лемброн Джеймс Его просто С дерьмом Я извиняюсь За выражение Смешал Он не хотел Вообще Его слушаться И в конце Концов Ему Пришлось Уйти Так что Ну давайте Все таки Вернемся К западной Конференции Тут Самый интересный Наверное Матч будет Сегодня Очень Важный Голден Стейт Будет играть С Денвером Ситуация Такова Что Эти обе Команды Претендуют На первое Место В Западной Конференции И Конечно Сегодняшний Матч будет Очень Принципиальным Хотя Мне кажется Что Денверу Это Денверу Это не особо И поможет Потому что У них Очень тяжелый График Вот эти Прошу прощения Пять матчей Что им Осталось Сыграть Кстати Ну У них 70 Им таки 6 матчей Осталось Сыграть Но Матчах Именно Будет Решаться Судьба Кто На Кого Выйдет В Плей Оф Да И Конечно Же Вот Особенно Внизу Вот Там Сан-Антонио Оклахома У них По 44 Победы Конечно Наверное Каждая команда Не желает В первом туре Встретиться С Голден Стейт Понимаете У Денвера Еще нету Того Опыта В матче Плей-офф И Денвер Наверное Не так Рассматривается Как Конкурент Как Как Опасный Конкурент Как Голден Стейт Который Сколько Не Четыре Раза Уже В последние Пять лет Да Побеждали Так что Причем Ну и Команда У них Ну просто Сумасшедшая По составу Тут Да Ну до этого Сезона Этот сезон Последний Потому что Там Начинаются Проблемы Начнутся Проблемы Заработной Платы Там Ряд Игроков У них Заканчивается Контракт Им надо Повышать И тут Есть Потолок Заработной Платы Тут Будут Вот Как Они будут Решать Эти Проблемы Это Тоже в межсезонье Тоже будет Очень интересно Наблюдать Так что По крайней мере Скучать нам Не придется Но В данный момент Да Я Ну вот Эти команд Я конечно Очень Рад За Сан-Антонио Потому что У них Был По ходу Регулярного Чемпионата У них были Проблемы И потом Они сделали Мощный ревок Я рад За Грега Поповича Старшего Тренера Команды И он там Он и старший тренер И дженерал менеджер Вот он Умело Совмещает Две Эти должности И для меня Он Вот Если раньше Я мог Горло Перегрызть За Фила Джексона То теперь Мне лично Грег Попович Я бы Отдал ему Предпочтение Первое Смотрите 20 лет Его команда Играет в плей-офф 20 лет Ушли в звезд Суперзвезды Которые у него были За эти 20 лет Он 5 раз Становился чемпионом И на сегодняшний день Согласитесь Что у него нету Вот таких звезд Первой величины В команде Ну есть Олдрич Конечно Есть Вдруг вылетел Из головы Паркера Уже нету Дерозан Есть Да Вот есть Игроки Неплохие Но Это По составу Ему сейчас Тяжело Сравниваться С тем же Golden State Warriors Но Те игроки Которые попадают К нему Они просто Расцветают Он умеет Найти Подход К игроку Который Желает работать Который Желает играть И Они в этой команде В его команде Просто Расцветают У него И вы знаете Что еще Интересно С Грегом Поповичем Вот Он Все время Как-то развивается Вот ты знаешь Вот я Посравниваю его Вот мы очень жалели Что из Чикаго Ушел Тибадо Тим Тибадо Он был неплохой тренер Никто не спорит Но он одинаковый Везде Вот Да Он пришел в Миннесоту Он даже забрал Тех же игроков Он не хотел развивать И работать с новыми И у него И там тоже Ничего не получилось В Миннесоте Систему свою выучил Да А вот Грег Попович Он постоянно У него что-то У него есть свой стиль Первое Что это Железная дисциплина В команде Это Просто потрясает Вот они И второе Что постоянно Он Понимаешь Вот он находит Варианты Для тех игроков Которые у него Есть в наличии На сегодняшний день Все Работает с тем Что у него есть Да Он не может прыгнуть Выше головы Вот то Что он имеет На сегодняшний день И эти И он умеет Найти Самые лучшие Качества Каждого Баскетболиста С кем он Работает В этом его Сила Безусловно У нас сейчас Перерывная реклама После чего Мы продолжим Нашу передачу Ну и еще один фактор Грега Поповича То что Нету такого Тренера На сегодняшний день Который бы Так долго Работал С одной командой И нету Ни в одной Лиги Профессиональной Лиги Здесь у нас В США Так что Ну а Если мы посмотрим На восточную конференцию Здесь еще не определились Все 8 команд Которые обеспечили Себе место В плей-офф Но Скорее всего Что Первое место На востоке Займет Милоки У них все-таки На сегодняшний день 58 побед При 20 поражениях У Торонто 55 Правда Торонто в последнее время Выигрывает Матч за матчем Там они выиграли 4 матча К ряду Филадельфия 49 побед Бостон И Индиана По 46 Детройт Бруклин 39 Майами Орландо 38 Ну Шарлотт Считается Что тоже Математически Не потерял Шансы Но 35 побед 3 Это уже Очень далеко Ну и Конечно же Здесь Очень интересно Как будет Выглядеть Милоки В матчах Плей-офф Пока На сегодняшний день Мы знаем Эту команду Как команда Которая Очень успешно Провела Регулярный чемпионат Великолепно Вот Они Поработали С Вот Майкл Буденхользер Очень Удачно Пришел В эту команду Сумел Создать Великолепный Коллектив Который Был Лучшим В этом Регулярном Чемпионате Но Опять же Хочу повторить Такой факт Что у него Уже Это было С Атланты И Тогда Матчи Плей-офф Ему Не удались Что будет В этом Сезоне Покажет Жизнь Вообще Приход Буденхользера В Милуоке Где-то Напоминает Приход Стива Кера В Golden State Warriors Когда Тоже Он буквально Преобразил Сходу Игру Команды И Получилась Команда Чемпионского Уровня Но Посмотрим Что будет У Милуок Там Конечно Вся Атакующая Модель Построена Для того Чтобы Дополнять Яниса Ну и Куча Снайперов Которые Будут Я не знаю Как там Все Получится Но Посмотрим Ну и Что еще Интересно Вот Говоря О Баскетболе Вспомним Ну Чикаго Булз Как вы Понимаете Без Успех Даже Нью-Йорку Они вчера Проиграли Что Нью-Йорк Идет На Чисто Последнем Месте 15 побед Там Всего Навсего Это Просто Чисто Последнее Место Но Вот Их Бывший Тренер Фред Хойберг Сейчас Очень Удачно Трудоустроился Вы Помните Что Его В декабре Месяце После Крайне Неудачного Старта 5 побед При 19 поражениях Его Уволили Причем Надо Сказать Что Это Увольнение Было Наверное Очень Неожиданно Как для Болельщиков Так и Для Спортивных Обозревателей Потому Что В принципе Как Старший Тренер Было Понятно Что Он Не тянет Мягко Говоря Как Старший Тренер Команды NBA И У него В Булс Ничего Не Получалось Но Вот Если Его Оставили В Межсезонье То В этот Момент Когда Он Попал В сложную Ситуацию Было Много Травмированных Игроков И В первую Очередь Это Был И Лори Марк Каннен Был Травмирован И Крис Дан То Конечно Можно Было Как То Понять И Поддержать Но Его Уволили И Назначили Бойлона Като С которым Сначала Там Чуть ли Не Были Демонстрации Протеста У игроков Сейчас Значит Фред Хойберг Он Получил На 7 Лет 25 Миллионов И Будет Тренером Университета В Небраске И Это Значит 3,5 Миллиона В год И Я вам Скажу Что С теми Результатами Что Он Показывал Чикаго Буллс Он В НБА Не мог бы Получить Близко Такую Зарплату Такую Работу Это 100% Конечно Может Ему всего 46 лет И у него Вполне Возможно Что будет Еще Второй шанс Когда-то Там В НБА В НБА Вряд 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 Я Так Думаю Это Хотя Вы Понимаете Что я Вот так Делал Просмотр Где-то Самые лучшие Тренеры В НБА На сегодняшний день Получают В районе 5 миллионов В год 5 миллионов Долларов В год Ну Грег Попович Мы брать его Не будем Он получает 11 миллионов Но А Он Достиг Высочайших Результатов Б Он Помимо Того Что является Главным Тренером Он является Главным Менеджером Сан-Антонио Спурс И Поэтому Он Немножко Впереди По Зарплате Всех Остальных Тренеров Других Команд Поэтому Значит И У Еще Наверное Худебраско Пригласило Хойберга Я думаю Потому что Когда он Был Студенческим Тренером В Йова Стейт Это Юниверсити То У него Были Очень Неплохие Показатели Кстати Там На Студенческом Уровне Они Не были Чемпионами Они Там Вот В эти Тап Фор Как сейчас Проходит Сейчас По-моему В баскетболе Самое Интересное Смотреть Вот Эти Да Студенческие Баталии Ну Вот Наверное Они Сделали Такой Вот Ход В надежде Что он Тоже Поможет Второе Что Очень Интересно Что Все Таки Может Быть То Что Ушел Хойберг Вот Был Какой То Вот Такой Инцидент Внутри Команды Тут Может быть Это И пошло На пользу Chicago Bulls Потому что Посмотрите Мы На Сегодняшний День Как бы Не Сыграли Эти Последние Матчи Выше Четвертого Места Сзади Подняться Не Можем Значит Это 12 Ис Половиной Процентов Шансов На Выигрыш Первого Номера В Лотереи Значит В этом Году Есть Вот Такие Такое Мнение Что Есть Два Баскетболиста Это Зайан Вильямсон Нападающий Дюка И Поэнгард Мюррей Стейт Джо Монтана Джа Как Джей Джей Монтана Маранто Прошу 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 Джей Монтана Это Другое Да Да Джей Маранто Они Значит Специалисты Баскетболисты Считают Их Игроками Которые Могут Стать Суперзвездами NBA Опять же Таких случаев Было очень много Которые Не оправдывали Надежды Но Тем не менее Вот эти Два Баскетболиста Имеют Сейчас Очень Высокий Рейтинг Будем так Говорить У Специалистов Баскетбола И Самое Интересное Что 14 Мая Это будет Драфт Будет У нас В Чикаго То бишь В Чикаго Дома Должны Стены Помочь Если Вытаскиваем Первые Два Номера И ты Посмотри Сейчас Получается Вот такая Интересная Ситуация У нас В команде Команда Жутко Молодая Куча Действительно Неплохих Игроков Тот же Зак Лавейн Ему Меньше 25 лет Марк Каннен Вендел Картер Джуниор Отто Партер Джуниор Вот такой Какой-то Костяк Имеется Да Они Сейчас Все Травмированы Сейчас У нас Вообще Там Госпиталь Посмотрим А вот Тоже Вот Есть Очень Интересная История Вот Когда Был Вот Этот Конфликт Между Игроками И А он Такой Знаешь Он Солдафон Он Такой Тренер Для Которого Дисциплина Превыше Всего Он Когда-то Был Грега Поповича Помощником И Так Как Действительно Что Говорит Наша Команда Физически Я думаю Что Поэтому И Такие Проблемы Со здоровьем Игроков Она Была Очень Плохо Готова К сезону Это Мы Все Видели Что Команда Просто К четвертому Квотеру Четвертой Четверти Просто Выдыхалась И Он Очень Усилил Нагрузки Это Многим Не понравилось И вдруг Это Понравилось Лидеру Команды Нынешнему Зеку Левайну Который Помимо У него Он Характерный Игрок Он Лидер Раздевалки Ну И Когда Это Понравилось Ему То В итоге Как-то Все Уладилось Устаканилось В команде И Посмотрим Посмотрим Что будет В следующем Сезоне Но Будем Надеяться Что Мы Имеем Вот Если Еще Возьмем Какой-то Хороший Драфт Шанс На Плей-офф Есть В 2020 Я думаю Нужно Серьезно Посмотреть На Их Состав Трейнер Да А Именно Трейнер Потому Что Такое Количество Травм Это Ненормально Это Плохая Работа Поэтому Им Нужно Серьезно Обратить Внимание Да Это Ну И Вот Давайте Уже Закончим Тему Баскетбола Студенческим Вот Тут Начинается В Субботу Вот Эти Как Мэнс Фор Ну Тап Тап Фор Файнал Фор Файнал Фор И И Играет Вирджиния Оборн Оборн По-моему Первый Раз Вот Я Не Помню Чтоб Эта Команда Так Далеко Забиралась Мичиган Вообще Никогда Не славился Своим Да И Мичиган Стейт Играет С Тексасом Так Что Дюк Вылетел Хотя Все Очень Активно Его Считали Что Он Будет Одними Ну По крайней мере В Тап Фор Его Точно Ну Там Все Повылетали Да Вылетели Все Тут Все Фавориты Все Кого Считали Фаворитами Они Ушли Ну Давайте Теперь Перейдем К хоккею Где Интересного Тоже Много И опять же Чикагская Команда После Вчерашнего Поражения Уже Ну Математически Мы еще Можем быть В плей-офф Но Вы же понимаете Что это Только Математически Самое Интересное Что Уже Вот На Сегодняшний День Известна Одна Точно Одна Пара Плей-офф Это Бостон Будет Играть С Торонто Очень Крайне Интересное Противостояние Будет С самого Начала Да Так что Ну Потому что Вы знаете Что Здесь Идет По Дивизионам Вот Второе Третье Место Будет Играть Между Собой Тут Уже Ясно Что Бостон И Торонто Поделят Второе Третье Место Там Только Опять же Кто Будет Иметь Преимущество Своего Поля Вот Хотя Да Да Там Еще Есть Какие То Варианты Что Торонто Может Обогнать Бостон Но Для Этого Бостону Надо Все Матчи Проигрывать Правда Они Так И начали Они Уже Две Игры Проиграли Ну Вне Конкуренции Конечно Тампа Бэйлайтинг Они Просто В этом Сезоне Играет На удивление Мощно На удивление Стабильно У них Уже На сегодняшний День 124 Очка 60 Побед В лиге То Это Считается Просто Гроссмейстерский Результат Всегда Так Что Ну И Конечно Но Тут Есть Один Нюанс Я Не Понимаю Как Они Взяли Вот Этот Президентский Кубок Обычно По традиции К нему Нельзя Притрагиваться Их Капитан Стемкос Поехал И Притронулся К этому Кубку Ой Это А может Это И будет Твой Палочкой Преломления То есть Тем пунктом Преломления Может Наконец-то Уже Все Кстати Был Вот Принципиальный Матч С Вашингтоном И они Уступили Но Это Такое Дело Тут Это Регулярный Чемпионат Конечно Вашингтон Там Овечкин Разыгрался Овечкин Опять Забросил 50 Шайб Плюс В регулярном Чемпионате Это По-моему Восьмой Восьмой Раз За Его Карьеру В NBA Там Больше Девять Раз Только Два НХЛ Да Два Игрока Это Насколько Я помню Это Уэйн Грецкий Босси Только У них По 9 Таких Сезонов Когда Они Забрасывали 50 Шайб И Более Так что Что касается Наши Чикаго Блэк Хакс То Честно Говоря Очень Обидно Потому Что Вот Такой Сезон Как В этом Году Был У Кейна И Тейвса То И Вроде Б И Дебрикенд Сильно Играл И Густавсон Но Как-то Не было Глубины Состава Не Получилось И Ну Не в самом начале Просто Да Они Посыпались В самом Да Очень Сильно В самом Сом Начале А Фантастический Провал В защите Когда Команда Пропустила Больше Всех Шайб Среди Всех 31 Команды НХЛ Это Конечно Кошмар Так что Ну Там Отава Еще Правда Чуть Чуть Больше Пропустила Но Хорошо На второе Место Сзади Это Толь Ужасная Игра В меньшинстве В начале Сезон Не в начале Пока Не пришел Этот новый Тренер Так Они И в большинстве Ужасно Играли Потом Он все-таки Большинство Кое-как Сумел Наладить А в меньшинстве Играли Ужасно Плохо Если нет Защиты В меньшинстве Невозможно Играть Да Ну и Конечно То что Крауфорд Больше Чем Пол Сезона Был Травмирован Это тоже Проблема Сейчас у нас Перерыв на рекламу После чего Мы продолжим Нашу передачу Итак Мы говорим О хоккее НХЛ Значит Регулярный Чемпионат Завершится 7 апреля Совсем Скоро Осталось Всего 5 дней Матчи Плей-офф Стартует 10 апреля Ну и Напомню Что Плей-офф Это все серии Будут проходить До 4 побед Первые 3 раунда Проходят Внутри конференции Это Восток И Запад Команды Занявшие Первое Второе Третье Места В своих Дивизионах Выходят В плей-офф По 6 команд Из каждой Конференции Оставшиеся Две путевки Получают Две лучшие Команды Из Оставшихся В конференции Уже Без деления На дивизионы Ну и В первом раунде Вот друг с другом Сыграют Вторые И третьи Места Дивизионов Победитель конференции Со второй Командой Дополнительной Командой Играет А победитель Другого дивизиона С первой командой Так что Второй раунд Плей-офф Тоже проходит Внутри Дивизионов Победитель Первой пары Играет с победителем Второй пары И так далее Вот значит На сегодняшний день Если бы закончился Регулярный чемпионат То Тампа Бэй бы играла С Каролиной Бостон Торонто Это уже в любом случае Абсолютно ясно Что эти команды Будут играть между собой Вашингтон Играл бы с Колумбусом А Нью-Йорк Айлендерс С Питтсбургом Но Повторяю Значит Если Тампа Бэй Бостон И Торонто Играет Именно Монреаль Дальше Колорадо Колорадо И Аризона Плей-то Плей-Оф И с рук И с рук вон Плохо Но тем не менее Потом совершил Рывок И попал Ну уже обеспечил себе Место в плей-офф Это Много Это действительно Очень хорошие показатели Хороший результат Так что Вообще Тоже удивительно Потому что У Сент-Луиса Очень хорошая Очень неплохая команда Но вот Тем не менее Как-то У них Не пошла игра Вот интересно Тут значит Кучеров Тампа Бэй Он Имеет на сегодняшний день 125 очков Набранных И Среди Всех русских Хоккеистов Начнем с того Что так много очков Не набирали Уже где-то Как говорят Последние 13 лет Значит Это раз Второе Что Из русских Хоккеистов За один сезон Больше всех очков Набрал Могильный У него было 127 очков Вот Тампа Бэй Осталось провести Три матча И у него на два Результативных очка Меньше чем У Могильного Вот Сумеет ли Кучеров Ликвидировать Этот пробел Хотя Матчи В три За три матча Он Только вот В последнем матче Вчера против Оттавы Набрал Три очка Там Они выиграли Пять-два Вот тоже Казалось бы Что уже Тампа Бэй Не нужна Эта победа Но тем не менее Они сыграли Очень ответственно И Одержали Очень важную победу Вот сегодня Тампа Бэй Играет с Монреалем Ну и вот Ну Конечно Очень Больше всего Победа нужна В данной ситуации Монреаля Но Посмотрим Очень интересно Так что Бостон Играет С Колумбусом Но Колумбус Тоже еще пока Не обеспечил себе Место В плей-офф А тем не менее Там сделали Ставку Именно на этот Сезон Потому что Посмотри У них заканчиваются Контракты Вратаря И у Понарина И Тем не менее Они их не обменяли Они могут их потерять Бесплатно Но Тем не менее Они Набрали игроков И Надеются На этот сезон Посмотрим Как это Все будет Повторим Вот Скоро Начнутся бои И Все Это будет Очень и очень интересно Потому что я повторяю Уже 7 апреля Заканчивается Регулярный чемпионат И Начинается 10 апреля Начнутся матчи Плей-офф Что Вызывает Огромный Интерес Всегда Вот Вообще Ты замечаешь Что в баскетболе Что в хоккее Идет регулярный чемпионат Команда играет На каких-то Определенных Скоростях И вдруг Наступает Плей-офф И скорости Так возрастает Такая становится Борьба Что Прямо Ну они Собираются Не возможно Они экономят силы Слушай 84 игры 82 82 Это Ты понимаешь Это же Кто это может Выдержать Нормальный Чарак Поэтому Я например Не могу Выдержать Смотреть Регулярный Чемпионат Потому что Я жду Плей-офф Да Это тяжело Особенно Там идет Футбол Идет Даже Мы уже забыем Европейский Футбол Идет Американский Футбол Хоккей Баскетбол Попробуй За всем Уследить Я например У меня Сил не хватает Я не слежу За студенческими Соревнованиями Совсем Практически Вот пока Не начинаются Вот эти Финальные игры Я не смотрю Поэтому Просто Это невозможно Хотя я тебе скажу В некоторых ситуациях Студенческий Намного интересного Намного интересного Там ребята Играют за что Не за деньги Они играют за что Так что Но плывов Да Это Совсем Другой вид спорта Да И вот тут Тоже Начинается Все интересно Ну У нас Конечно Поэтому Все что я хотел Сказать о спорте Ну То что Там украинский Боксер Победил Гвоздик Это уже Расскажет Наверное Сейчас Да Анатолий Бойцов Бойцов Клубе Поэтому Перейдем К футболу Мы в этой передаче Начнем с американского Ну То что происходит У нас в МЛС Да Тоже очень Да Было Значит Интересно В конце концов Чикаго Фаер Одержала Первую победу Значит Да Они Победили Нью-Йорк Ред Буллс 1-0 Ну и А ты помнишь Я тебе на прошлой неделе Я тебе сказал Что Чикаго Фаер Ред Буллс Очень неоднозначная игра Они Вот Год тому назад Они когда играли Они вели 1-0 Чикаго Фаер Ну потом Что-то там Произошло Короче Проиграли 2-1 Но они Именно с Нью-Йорк Ред Буллс Играют Неплохо Да Не знаю почему Ну Ну Наверное Значит Ну у них Появился Такой игрок Как Николас Гайтан Это Аргентинец Посмотрим Он из Китая Они его забрали Сейчас из Китая Посмотрим Насколько он Он вышел во втором тайме Ну честно говоря Я не могу сказать Чтобы он Усилил команду Но Но это был Его первый матч Начнем с этого Поэтому Посмотрим Что будет дальше Ну а Вот ты знаешь Вот я Кто мне понравился Вылетел из головы Фамилия Это У них есть Поляк один Вот он Ему конечно Не повезло Он там мог Забить И он сделал Очень много Таких Очень интересных Передач Которые Должны были бы Воплотиться В голы Но Не шла игра У Николича Он никак не мог Попасть С ворота Тот поляк Фабрин Фабианский По моему Фабианский Молодой парень Ему 23 года Очень в центре поля Он очень хорошо Смотрится Пока Посмотрим Как будет дальше А гол Конечно Получился Такой Ну Курьезный Николич Ударил Попал в штангу И защитник Нью-Йорка Не очень неудачно Подставил Своё колено И мяч от его колена Вошёл Ворону Правда Выбил Но Уже мяч был За линией ворот Там уже Абсолютно Точно Было видно Что мяч За линией ворот Ты понимаешь Что здесь В этой В нашей лиге Она будет Она интересно Смотрится Вот Посмотри Играет Ибрагимович Причём Он вчера Забил Там два гола За Лос-Анджелес Играет Очень сильно Конечно Хотя у него Была травма И вот он Вышел После травмы Он провёл Шикарнейший матч Забил Два гола Великолепно Играет Руни То там Все Тоже Ты со штрафного Какой он Галечник Вчера Забил Ну вот Ты мне скажи Вот тогда Воспользуюсь Своим Пока никто Не звонит Ты Не считаешь Что От Шенштайгера Уже пора Избавляться Потихоньку И Лучше Одно из двух Либо на это место Привезти Кого-то Молодого Перспективного Или же Брать Кого-то Опять же Из Европейских Лиг И Делать что-то С командой Посмотри Все И Руни И Ибрагимович В своё время Кака Когда его взяли Все что-то делали Шванштайгер В первый год Забил Несколько голов И всё Ну Конечно А деньги-то деньги Да Это Он большой Он 2 миллиона Ну я тебе поэтому За эти деньги Сколько можно Накормить Молодых игроков Конечно И Ну у него просто Он тяжелый стал Он не может Бежать Он еще там В защите На понимании Играет Но тоже Иногда Не успевает Но он же Не защитник Он же все-таки Полузащитник Он должен бегать Как конь Он вообще не тянет Сейчас Так же Но Ну конечно Я не знаю Они думали Наверное Что это Привлечет Зрителей Но Народ не ходит Вот На этот матч Был Полупустой Если бы он играл Если бы он играл Так как в свое время Бяком играл В Лос-Анджелес Ходил туда-сюда Но забивал голы Да Люди бы ходили А он просто Отсиживается Высиживает Свои деньги И всё Это моё мнение Ну То что он не тянет Это Абсолютно Очевидно Так что Ну Видишь Его жене нравится Чикаго Он хочет жить В Чикаго Он получает Два миллиона Совсем неплохо Жить в Чикаго С зарплатой Два миллиона Окей Большое Спасибо за внимание И Через После рекламной паузы Мы продолжим Наш футбольный клуб